Салют! В эфире новости шоу-бизнеса. В этом выпуске. Кто из российских артистов получает самые высокие гонорары? Новый альбом Taylor Swift бьет все рекорды. Об этом и другом более подробно прямо сейчас. Список самых дорогих российских артистов представил музыкальный продюсер Табрис Шахиди. Самыми высокооплачиваемыми звездами сейчас считаются певица Полина Гагарина и молодой артист Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман. За выступления на мероприятии оба получают около 3 миллионов 300 тысяч рублей. Чуть меньше обойдутся выступления рэпера Басты и группы «Руки вверх». Их концерт стоит около 3 миллионов. Далее идут Леонид Агутин 2,4 миллиона и певица Зиверт 2 миллиона 100 тысяч. В список продюсера попали певица Максим и Анна Асти. Заплатить за их выступление придется около полутора миллионов рублей. Иванушки Интернешнл и Сосо Павляшвили получают несколько меньше. Чуть более миллиона. Тейлор Свифт, наконец, выпустила свой десятый студийник под названием «Миднайтс». В сборник вошло 13 новых треков, которые исполнительница охарактеризовала как рассказ о 13 бессонных ночах, разбросанных по всей ее жизни. Поклонники Тейлор ждали альбом с нетерпением, так как за последние два года новинок она не выпускала. Это легко объясняет, почему вышедший «Миднайтс» буквально вмиг стал рекордсменом. Спотифай уже признал его самым прослушиваемым проектом за один день в истории стримингового сервиса. Валерия Калачева, бывшая жена скончавшегося Пьера Нарцисса, планирует установить памятник исполнителю. Она рассказала, что уже нашлись спонсоры, готовые профинансировать создание и установку памятника. При этом поддержать проект смогут все желающие. Сейчас перед Валерией стоит сразу несколько задач. Выбрать эскиз монумента и место, где он будет расположен, а позже заняться оформлением документов. При этом идеи по местоположению памятника у нее уже есть. Она планирует увековечить память бывшего мужа либо рядом со зданием МГУ, где Пьер учился, либо у здания РУДН, за команду КВН, которого он играл. Валерия и Пьер познакомились сразу после выпуска артиста из фабрики Звезд 2 в 2003 году, а уже через пару лет у них родилась дочь с красивым именем Каролина Кристель. На сегодня это все. Новости шоу-бизнеса прощаются с вами, но ненадолго. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и вы ничего не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин